Привет! На днях я выложил пост, в котором показал, каким будет следующее видео. Оно достаточно многим понравилось, точнее он, пост, в котором была... Так, ну это у нас рендер. Там была анимация, которая выглядела... Которая выглядела следующим образом. Вот, она выглядела так. Помимо этого были еще определенные тестовые рендеры. Вот, всевозможных видов. И сейчас я покажу, как можно сделать вот такой же эффект на абсолютно любом лого. Конечно, могут возникнуть какие-то, скажем так, особые случаи, при которых будет сложно что-то реализовать. Но, как минимум, для 95% логотипов это подойдет. Давайте на новой сцене сделаем куб. Куб и его немножечко подскейлим. Это будет вот такой вот наш пейтистал. Потом я покажу, почему именно куб. Ctrl-A, Scale. И теперь нам нужно добавить наш svg-файл с нашим логотипом. Давайте импортируем svg-файл. Справедливости ради буду показывать то, что я показывал уже во вкладке сообщества в YouTube. И добавлю логотип PlayStation. Вот так он выглядит. Давайте его заскейлим. Сделаем origin геометрии. Так. Но сначала нам нужно удалить вот эту вот деталь, чтобы она нам не мешала. X-Verticals. Затем set-origin to geometry. И выбираем к курсору. Потом, что нам нужно сделать. Давайте перейдем в вид сверху. Создадим камеру, чтобы нам было проще в целом ориентироваться. С тем, что у нас есть. Сделаю 1080 на 1080. Вот такой вот симпатичный квадрат. И возьму наш svg. И ее подниму. Удалю материал, который на ней сейчас есть. Он нам не нужен. И затем можно взять, добавить модификатор Decimate. Выбрать planar. Для того, чтобы при переводе в mesh у нас не было... Сейчас я покажу. Вот подобных вот вещей. Они, конечно, будут попроще. Но, тем не менее, будут вот такие вот соединения на поверхности. Они нам не нужны. Давайте сделаем теперь convert. Так, convert в mesh. Вид с камеры. Можно заскейлить. Вот так вот посередине поставить. И сделать extrude вниз, чтобы войти в эту геометрию, которая у нас уже здесь есть. Давайте немножко выше поднимем. Я думаю, примерно вот так вот. Ctrl-A, scale. Хорошо. И теперь нам надо эти две геометрии соединить. Мы можем включить аддон, который называется balltool. Сейчас так и напишу. Balltool. Вот он. Вы его включаете. Потом выбираете один объект. Затем второй с шифтом. Ctrl-Plus. И затем вы их соединили. Если у вас какие-то артефакты, вы можете нажать fast. И, может быть, это поможет вам их решить. Потому что зачастую у меня есть какие-то проблемы с этим инструментом. Это решается таким вот образом. Применяем этот модификатор. Удаляем этот квадратик. Он нам больше не нужен. И теперь нам нужно сделать ремеш для этого объекта. Мы можем пользоваться как вокселем, так и smooth. Тут в зависимости от ситуации давайте воспользуемся smooth. и сделаем глубину на 9. Подождем. И в зависимости от логотипа, от количества его деталей, вам нужно регулировать вот этот вот момент. Снимаем галочку Remove Disconnected. Хотя в целом она нам и не нужна, но тем не менее пусть будет. Smooth Shading можно поставить, чтобы сгладить сам shading. И теперь можно... В принципе, я смотрю, по деталям у нас все нормально. Ну, можно немножечко поднять, например, 0.95. Пока что давайте попробуем так. И применим Smooth Corrective. Фактор поставим на 1. Repeat поставим, давайте, на 50. Посмотрим, что у нас получается. Включаем галочку Only Smooth. И вот такой вот логотип в поверхности у нас вышел. Опять же таки, для разных логотипов это может немножко по-разному выглядеть. Возможно, в каком-то моменте нужно будет поставить больше репитов. Но будьте аккуратны, потому что это достаточный ресурсоемкий процесс. Хорошо. Вот такое вот у нас... Вот такое заглаживание у нас логотипа есть. Нам его достаточно. Теперь нам нужно накинуть сам эффект вот этой вот текстуры. Придем в рендер. Посмотрим, что у нас есть. Включим Cycles. И включим GPU. Поставлю Denoise. Сразу поставлю максимальное количество сэмплов 256. И давайте перейдем в Shading. Перейдем во вкладку World. И давайте добавим Noise в текстуру. Включим аддон, который называется... Который мне часто... О котором мне часто пишут. Node Wrangler. Вот так вот. Смотрите, как он написан, чтобы его было найти. Потому что название сложное. Нажимаем на Noise текстуру. Ctrl-T. И у нас появляются две вот такие вот ноды. Если у вас не получается добавить аддон, можете просто найти эти две ноды и добавить их вот таким... По такому же принципу. Добавляем Color к рампу. Подключаем Factor к Factor. Color к Color. Давайте посмотрим, что у нас есть. Пока что вот такая вот текстура на фоне. И в идеале, чтобы у нас все соответствовало логотипу, желательно добавлять к HD-райке те же самые цвета. Вот сейчас у нас логотип PlayStation. Поэтому давайте добавлять какие-то белые, синие, темные цвета. Давайте сделаем для начала текстуру для вот этой поверхности. Металлику и кручиваем на максимум. Рафность пока что можно поставить на 0.2. Base Color на максимум белый. Теперь давайте перейдем в World. Вот сюда перетащим наши ползунки, чтобы делать более четкие блики. И добавим, например, пока что 4 пина. Я думаю, их должно сейчас хватить. И давайте добавлять наши цвета. Плюс-минус вот такой какой-то синий. Сейчас нам важнее всего найти именно те цвета, которые будут хорошо отражаться на вот этой нашей поверхности. Но для начала нам нужно изменить скейл до единички. Вообще в целом поиграться с этими параметрами, чтобы получить какой-то адекватный результат. Потому что чем больше деталей, тем хуже будет детализация на самих отражениях. Сейчас оно выглядит таким тускленьким. Нам нужно добавить, я думаю, больше белого, чтобы оно его немножко засвечивало. Вот, как-то так. И теперь давайте постепенно дергать эти ползунки, чтобы добиться максимально красивого результата. Вот как-то так. Добавляю какие-то белые блики в этом плане. В целом вы можете добавить еще какие-то дополнительные источники света. Затем мы можем поиграться еще немножко с этими параметрами. Например, уменьшить детализацию. И примерно как-то, может быть, вот так вот. Можем, конечно же, покрутить это все дело, чтобы выбрать наилучший кадр. Но так как у нас анимация, я пока это делать не буду. Если у вас будет статика, то делайте это для статики. Потом, что мы делаем в Color Management. Ставим Medium High Contrast. И можем взять экспозицию немножко подкрутить, чтобы оно было посветлее. И в кривых можем тоже немножко докрутить это все. Например, как-то вот так и чуть-чуть экспозицию. Так, чуть-чуть. Буквально чуть-чуть экспозицию. Но немножко, наверное, выше вот здесь кривые. Тут уже на ваш вкус это все дело. Затем нам нужно сделать анимацию, которая выглядит следующим образом, так как я это показывал в самом превью. Это все делается достаточно просто. Давайте добавим здесь, выберем Timeline. Вот здесь Timeline, чтобы нам было удобно. Теперь нам нужно выбрать, например, я хочу 60 кадров, и чтобы 2 секунды оно играло. Соответственно, мне надо 120 кадров, 120 фреймов вот здесь выбрать. Выбираю Frame Rate 60. 120 максимальный Frame Rate. И ставлю в первом кадре. Ставлю здесь на Rotation по Z для нашей карты. 0 так и остается. Нажимаю I, английскую. Перехожу на последний кадр, на 120. 120 и здесь пишу 360. 360 тоже I. Если я выберу эту ноду, я увижу эти ключи. Если мы включим эту анимацию, то мы увидим, собственно, саму анимацию. Ремарка. А если вы хотите, чтобы анимация была зациклена, надо просто навести на вот эту вот область. Выбрать ключи, которые видны. Если нажать на мэппинг, нажать T и выбрать Linear, чтобы вот здесь у нас была ровная линия от первого кадра к последнему, чтобы взять и зациклить это видео. Хорошо, она у нас есть. Как я уже ранее сказал, вы можете добавлять разные пины, которые будут по-разному влиять на освещение этого объекта. Тут вы вольны экспериментировать в этом плане как вам угодно. Те цвета, которые вы хотите, те можете и добавлять. Я удалю, оставлю пока что так, как это есть. Можно, например, со скейлом поиграться, выбрать еще более лучший результат. Хорошо, в целом давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть вот эта анимация. И теперь нам надо ее всего лишь отрендерить. Для этого нам нужно выбрать в этом месте файли, не файли, в вкладке Output, место, куда мы хотим это сохранить. Файл формат, выбрать FF MPEG. Энкодинг, выбираем здесь MPEG 4. И можно выбрать в принципе качество, но Medium quality мне хватит. Нажимаем F12, оно потом все это дело рендерит. И в конечном итоге мы получаем анимацию вот по типу этой. Опять же таки, если оно где-то местами отличается, то есть вы у себя сделали, но у вас какой-то другой результат получился. Может даже далекий от того, что здесь есть. Вы можете это все регулировать вот этим сглаживанием, то есть увеличивать его repeat. Или же можете с Color Ramp вот тут ее дергать туда-сюда. По сути больше никаких здесь вещей, инструментов нет. Разве что вот тут Scale можно менять, детали, Roughness. Ну то есть по сути Color Ramp, Noise, Текстура и Smooth. Все эти переменные вы меняете, и у вас получается какой-то другой результат. И вы пытаетесь постепенно добиться того, чего вы хотите. Хотите. Вот. И в конечном итоге у вас может получиться что-то такое. Тут на самом деле даже особо не пришлось играться. Например, для вот этого рендера я использовал в качестве HDRi-карты свою фотографию с мотоциклетным шлемом, который я показывал до этого во вкладке сообщества. Вот. Ну в общем, да. То есть вы можете использовать еще Image, Текстура. На этом у меня все. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Если понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Для вас это несложно. Для меня это приятно. И для меня это очень полезно. И позволяет записывать вот такие вот уроки, которые вы больше не найдете. Все. Спасибо. Пока.